Между тем, предстоящий визит своего рода сверка часов и сигнал, что пора выходить на новый уровень сотрудничества. В Париже. Сегодня работает наш корреспондент президентского пула Динара Жанбатырова. Продолжение следует. Славится Париж, защищаясь своей экономической мощью и политической стабильностью. Высокоразвитая страна, ядерная держава и государство с космическими передовыми технологиями. И то, что президент Казахстана совершает официальный визит именно в Париж, страну-соосновательницу Европейского Союза и постоянного члена Совбеза ООН, говорит о многом. К тому же визит в Европу практически сразу после победы на внеочередных президентских выборах и самое интересное посещение Москвы, подтверждает курс косм-жумарта Тукаева на многовекторность. Во Франции первое место по импорту урана занимает Казахстан. То есть Казахстан является главным экспортером такого стратегически важного ресурса, как уран во Францию. Второе место по нефтепродуктам. И, например, все знают такую компанию, как Airbus, то есть французские самолеты очень известные. И 65% крепежных материалов Airbus делаются из казахстанского титана. То есть все это показывает, насколько мы тесно взаимосвязаны и очень важны, как партюры друг другу. Астана и Париж дружат с самогообретением независимости Казахстана. Тогда же был подписан договор о дружбе между странами. Сегодня ему 30 лет. За это время страны прочно законнектились в сельском хозяйстве, атомной промышленности, образовании, здравоохранении, цифровизации. А банковский сектор начал совместное развитие и вовсе задолго до установления дипломатических отношений между странами. В Казахстане, в городе Верный, еще до Великой Октябрьской социалистической революции находился французский банк Societe Generale. То есть уже тогда, через шелковый путь, который проходил по территории Казахстана, банковские операции, торговые отношения, которые фиксировались в банках, они проходили вот через этот французский банк, но на территории Казахстана. Уже с начала этого года процентов на 12,5 подрос наш товароборот. Да и французские инвестиции тоже 17 миллиардов долларов за последние 15 лет. Впрочем, расти есть куда. К тому же этот визит и правда будет важным не только для казахстанско-французских отношений, но в целом для союза Центральной Азии и Европы. Казахстан, по сути, прокладывает новые торговые пути. И кто знает, возможно, по значимости они будут на первом месте. Это так называемый срединный коридор, который идет через Каспийское море из портов Актау и Курок в Баку и далее в Турцию и в европейские страны. Здесь потребуются очень большие инвестиции для того, чтобы оснастить, модернизировать наши порты, обеспечить необходимым количеством паромов. Я знаю, что Азербайджан готов принимать такие грузы. И я думаю, что вместе с нашими французскими партнерами и другими партнерами нам удастся быстро наладить эти маршруты. На раскачку нет времени и плотный график Касымжумар Татокаева подтверждает, действовать надо здесь и сейчас. Уже сегодня в Париже пройдет насыщенный день, состоится несколько раундов переговоров. Экономические аспекты в приоритете, а стоит предположить, будут затронуты и политические темы. Речь пойдет об обстановке в мире и регионе и, конечно же, обсудит взаимодействие Евросоюза с Казахстаном, в том числе и по линии ОСР. Так что обсуждение предстоит по всем фронтам.